Субтитры создавал DimaTorzok Музей-заповедник Кижи – это крупнейший в России музей под открытым небом. В нашей коллекции собрано более 70 памятников деревянного зодчества. Самый узнаваемый бренд острова Кижи – это церковь, построенная без единого гвоздя. Когда туристы попадают на погост, первый вопрос, который они задают – ну как же без единого гвоздя? Посмотрите, здесь полно гвоздей. В тот момент, когда церковь строилась, здесь действительно не было ни единого куска металла. Одно из главных чудес Преображенской церкви – это то, что деревянное здание простояло 300 лет. Существует легенда, что эту церковь строила артель плотников под руководством мастера Нестора. Как гласит предание, закончив церковь, мастер Нестор посмотрел на нее и забросил свой плотницкий топор в озеро со словами «Не было, нет и не будет такой». Один из первых интернет-проектов музея – это реставрация на глазах у всего мира. Когда началась масштабная реставрация Преображенской церкви, возле нее были установлены веб-камеры. И по сей день любой желающий может в любой момент дня и ночи из любой точки планеты выйти на наш сайт и посмотреть, что в данный момент происходит с Преображенской церковью, как она выглядит. Сайт музея ежегодно посещает порядка 400 тысяч уникальных посетителей. Из них очень многие, в том числе, заходят и на веб-камеры. У музея Кижи есть аккаунты практически во всех социальных сетях. Все происходящее на острове или постоянно находится онлайн, либо оно туда попадает в тот же день. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я работаю в музее-заповеднике Кижи, возглавляю службу просветительской деятельности. И вот мам пришла в прошлом году замечательная идея восстановить процесс традиционной стирки. И придумали такой этнографический перформанс «Большая стирка». Более 30 женщин в музее-заповеднике Кижи овладели древним ремеслом бабушек. Мы стираем теперь это и для наших посетителей, и для себя дома. Мы фотографируем и снимаем этот процесс и выкладываем его на наших страничках интернета. Мы хотим, чтобы как можно больше женщин, увидев это в социальных сетях, вспомнили и научились стирать, как их бабушки. Интернет помогает мне познать те или иные тонкости кузнечного ремесла, общаться с другими кузнецами, поделиться своими знаниями, которые у меня есть, и узнать что-то новое и найти новое вдохновение в кузнечном деле. То есть интернет помогает развиваться в довольно-таки быстрых темпах. В последнее время интернет дает возможность доступа к сервисам, например, позволяющим дистанционно показывать VR-видео или VR-снимки. Таким образом мы делаем то, что раньше музеям не удавалось по чисто техническим предметам. Потому что в эпоху до интернета музей мог выставить 10-20% фондового собрания просто потому, что не позволяя, например, помещения. А сейчас предмет может храниться в хранилище, но при этом быть доступен человеку в любой точке земного шара, потому что он представлен в интернете, он представлен в сети, представлен виртуально. Музей Кежи принимает в год порядка 180 тысяч туристов на острове Кежи. Но вот согласно нашим маркетинговым исследованиям, которые мы проводили, до 50%, даже больше. То есть больше половины людей попадают на наши событийные мероприятия, получая информацию из сети. На данный момент интернет – это самое эффективное и, пожалуй, даже единственное средство привлечь в музей молодежную аудиторию. Следовательно, все будущее музеев так или иначе зависит от того, насколько успешно мы сегодня будем использовать интернет, насколько активно, насколько эффективно мы будем в интернете. Смог бы остров Кежи идти в ногу со временем без интернета? КОНЕЦ